Когда ты стоишь на старте, вот этот перестартовый мадраж, когда ты видишь своих соперников по бокам, и педаль в пол, и хочешь уехать максимально быстро от всех. Мотоцикл это именно такая отдушина для того, чтобы почувствовать эту скорость до упора ручку, когда ты чувствуешь, как мотоцикл из-под тебя вылетает, и ты несешься. Это адреналин. Похоже, я чувствую на дистанции. Как переживаем мы все? Юра, 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 давай, давай, пожалуйста. Многие помнят его феноменальную победу в Лондоне, эйфорию на финише в Рио. Благодаря ему все в мигу знали о существовании гребли на каное. Оказалось, зрелищный вид спорта, и у нас серьезная школа. Юрий Чебан теперь мировая спортивная легенда. Двукратный олимпийский чемпион. Южницы с восхищением провожают взглядом его несущейся по городу Байка. Двукратный олимпийский чемпион. Кайс-ниша — это прикольно. Лодочка по воде идет по поверхности воды, по верхней глади. Ветерочек отдувает тебя, особенно летом. Ты в маечке, в таких трико, едешь себе по природе, смотришь на, скажем так, на сиротские дома, которые пару гектар занимают земли. Но это прикольно на самом деле. Это необъяснимо. Это адреналин, это драйв, особенно на соревнованиях. Даже когда не готов, все равно хочется выступать, хочется гоняться. Потому что это в этом смысл спорта вообще, соревнования. С 13 лет я уже занимаюсь вот этим видом спорта. Меня привела моя мама. Она чемпионка Советского Союза по байдаркам. Конечно, тогда я ее не воспринимал как тренера, потому что это как бы мама. И тут она уже включает такого строгача. Вот моя мама и Вячеслав Михайлович Сорокин, они вот как бы вместе занимались мною. За мной тренер приезжал домой. Когда я не ходил на тренировки, он видел во мне потенциал и приезжал за мной домой, чтобы заставлять меня ходить, чтобы влюбить меня в этот спорт. Постепенно, спустя два года, я уже стал чемпионом тогда Украины по ладежи. Вячеслав Михайлович Сорокин тогда вот и по сей день он меня тренирует. Он сказал, что зачем нам эти детские соревнования, едем сразу уже на серьезные. Мне 17 лет и я уже опа на Олимпиаде. Мне так все легко давалось. Я, скажем так, ну да, Олимпиада. Для меня это были не такие же самые соревнования, как чемпионат Украины. Тогда я особо так и не придавал им назначения. Халатно отнесся, поехал туда, заболел, приехал туда, лечился. Я не понимал цену этому всему. То есть люди работают по 17 лет, но ни разу не выезжают на Олимпийские игры. А тут я, получается, четвертый год, а там уже такие волки были по 40 лет. А мне 17. Конечно, они меня прожевали и выплюнули. И вот в 2008-м у меня первая Олимпийская медаль была. То есть это 8 лет ушло на то, чтобы попасть на Олимпийские игры уже второй раз и завоевать медаль. 12 лет ушло, чтобы вот уже стать Олимпийским чемпионом. Это такая, ну, это вспышка, такая просто эмоций. Это пик, это фаталити. Я не поверил, когда вот впервые выиграл Олимпийские игры в 12-м году. Я не поверил, потому что мне казалось, сейчас вернут заезд, сейчас будет перезаезд. И только уже когда на педестал вышел, конечно, уже успокоился, когда уже на мне была медаль. Я уже испытывал большое чувство гордости за свою страну и за своего тренера. И бесконечное чувство счастья и того, что ты делал все правильно, работа была сделана правильно. Когда я уже попробовал вкус Олимпийских медалей, я уже там особо не заморачивался на Европе, на кубке, на чемпионатах мира. Это совсем другой вид гонки, совсем другое качество металла, совсем другое качество самого мероприятия. Оно совсем по-другому все идет. Люди по-другому переживают эти моменты. Ну, что может быть лучше олимпийской медали? Только две олимпийские медали. Вот в этом и смысл спорта. Не останавливаться на достигнутом. В первую очередь нужно себе сказать, гонки прошли и все, забудь про них. Сделай анализ, сделай какие-то для себя, возьми какие-то мысли правильные и иди дальше, потому что нельзя становиться на достигнутом. Есть спортсмены, которые хватают звезду и все, они там уже как бы думают, что они такие там звездные, ходят над землей и так далее. Всегда нужно совершенствоваться и двигаться дальше. Первоначально это должно быть характер, здоровье, трудолюбивость, задатки, таланта. Это обязательно. То есть без чувства воды, без чувства восприятия твоей, скажем так, профессии, твоей деятельности никогда не достигнешь успеха. Если ты дуб дубом, тебе тренер сколько бы ни говорил, ты такой и останешься. Уметь слышать, слушать и выполнять. Тут нельзя говорить обо мне как о человеке, который сам всего этого достиг. Конечно же это не так. Я бы не достиг это без своего тренера, без клуба, без своей мамы, которая меня тоже тренировала, которая посадила меня в лодку. Без доктора, то есть без коллектива, который работает на одном. И безусловно это должен быть упертый характер. Какой бы ты физически крепкий не был, все равно есть моральная сторона, когда психологическая, когда ты просто не готов морально. У тебя нету как бы твердого стержня, который, скажем так, не перетереть просто. И это решающие моменты, между прочим. Когда ты психологически не готов к гонке, когда ты смотришь вот на заезд, смотришь, блин, там та фамилия, там он же чемпион мира в прошлом году. А я возле него стою, что же делать? Этого и боялся, что не получится. И сам себя накручивал. Ну парадокс, это человеческая мысль, она вот такая вот. И пока я до этого дошел, ну конечно прошел не один год. Вот к примеру, сейчас на этой Олимпийских играх в Бразилии соперники были сильнее меня, это факт. Но как бы опыт соревнований и, скажем так, есть еще нюансы, которые решающие. Мой допинг это сало и чеснок, если вы про это. Сейчас, скажем так, спорт отошел на второй план. Мой спорт. Ну скажем так, я в спорте, если быть точным. И сейчас я начал заниматься, я хочу, чтобы моя команда достигла таких же самых результатов. Я хочу, чтобы они как бы тоже поднялись на эту предистал посчета, на эту верхнюю степень. Мне хочется, чтобы мой опыт послужил примером для других. Мне хочется вот людям как-то помочь найти вот это зерно, скажем так, которое порождает вот эти вот неправильные мысли, которые дают неуверенность своим спортсменам. Потому что мне приходилось это все бороться самому с этим. Пройти неоднократно, пройти гонки, чтобы понять, чего ты боишься. Ты готов, ты сильный. Стал, отработал. Тут это не дело одного дня или одного месяца. Это годами достигается. Пока вот тут вот не наступит гармония, нирвана, понимаете, чемпионами не рождаются. Ими становятся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok